Эфир телерадиокомпании Гомель продолжает программа «Де Факто». В студии Александр Гамоля и сегодня в выпуске. 25 июля в Беларуси отмечали день пожарной службы. С какими результатами спасатели Гомельской области подошли к профессиональному празднику? Задержаны четыре руководителя Управления капитального строительства Гомельского горосполкома. Какие обвинения им выдвинуты? Сгорели как спички. На мудрецком комбинате «Этанол» произошел пожар. И чем закончилась проверка одного из строительных трестов Гомеля? Какие нарушения выявили сотрудники госконтроля? День пожарной службы отметили в Беларуси накануне. Дата ее создания считается 25 июля 1853 года. В 1998 году указом президента пожарная служба была выведена из подчинения Министерству внутренних дел и присоединена к МЧС. Более полутора века спасатели стоят на службе безопасности населения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. За первую половину 2012 года в сравнении с прошлым периодом в Гомельской области снизилось количество пожаров. Меньше стало гибнуть людей. Число погибших по сравнению с первым полугодием прошлого года снизилось на 25%. Не произошло ни одного факта гибели детей на пожарах. На такие показатели, по мнению руководства ведомства, повлияла системная планомерная работа как подразделений МЧС, так и всех заинтересованных служб. Кстати, как утверждают спасатели, увеличилась и осведомленность населения. Смотровые комиссии МЧС в текущем году посетили 50% сельских домовладений нашего региона. К слову, накануне праздника пожарной службы Беларуси в Мозыре сотрудники МЧС спасли на пожаре троих человек. Этот праздник, он особенный для нас, особен тем, что в целом пожарная служба – это фундамент той службы Министерства по чьим ситуациям, которая сегодня есть в нашей республике. И мне хочется в первую очередь сказать спасибо нашим ветеранам пожарной службы за тот фундамент, который они создали. Ну а действующим работникам я хочу пожелать искренне всех благ, которые есть, которые они сами для себя желают. Здоровья, мира в семье, здоровья родным и близким, ну и, как у нас говорят, сухих рукавов. 28 июля в Гомеле на открытой площадке Ледового дворца по улице Мазурова пройдут праздничные мероприятия. Жители областного центра ожидает показ техники и вооружения МЧС, праздничный концерт, а также аттракционы для детей и взрослых, катание на лошадях и вездеходе. Против руководящих работников Управления капитального строительства Гомельского горосполкома возбудили уголовное дело. В числе задержанных – четыре должностных лица. Руководители подозреваются в превышении служебных полномочий, а еще в махинациях с реализацией жилья. Репортаж наших корреспондентов. Под внимание правоохранителей руководители УКСа попали уже давно. Сначала комитет госконтроля проводил проверку и выявил ряд нарушений. А вот теперь темные схемы чиновников изучил и следственный комитет. За превышение служебных полномочий были задержаны четыре руководящих работника Управления капитального строительства Горисполкома. Все они, по мнению следствия, осуществляли махинации с жильем. Заключали с людьми договоры долевого строительства уже после того, как дом был введен в эксплуатацию. Кстати, находились такие дома, как правило, в коммунальной собственности Гомеля. В настоящее время устанавливается вся противоправная деятельность подозреваемых. Четверым должностным лицам из числа руководителей УКСа предъявлено обвинение в совершении преступления против интересов службы. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Иными словами, руководители незаконно продавали квартиры. Следствие сейчас собирает все материалы по данному уголовному делу и вскоре направит их в суд. Дата его проведения пока не установлена. Согласно статье Уголовного кодекса, по которой было возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит от двух до шести лет лишения свободы с компенсацией ущерба. Однако вину задержанных еще нужно будет доказать. Кстати, за последние два года на управление капитального строительства Гомельского горосполкома в госконтроль поступало много жалоб. Люди возмущались с дополнительным соглашением к договору о долевом строительстве, увеличением стоимости жилья, а также к качествам и сроками выполнения строительных работ. Везли в страну фальшивку и удивились, что их задержали правоохранители. В Гомеле двое граждан из Нигерии были доставлены в отделение милиции после того, как пытались обменять в банке поддельную валюту. В Беларуси иностранцы хотели открыть бизнес, а вместо этого открыли двери отдела внутренних дел. Задержали нигерийцев в одном из обменных пунктов областного центра. Иностранные гости хотели обменять тысячу долларов США на белорусские рубли. Кассир обнаружила, что среди купюр 300 долларов фальшивые, и нажала тревожную кнопку. Через две минуты приехала милиция, и нигерийцы были задержаны. Среди них оказался и гражданин Пакистана. Он выступал в качестве переводчика, а также проводника в нашей стране. В ходе досмотра багажа иностранцев сотрудники ОБЭП обнаружили еще 2000 долларов, полторы из которых оказались также фальшивыми. Иностранцы объяснили, что деньги они приобрели у себя на родине. Часть из них в банке, а часть у рыночных менял. Здесь, в Беларуси, граждане Нигерии хотели открыть фирму и закупить сельхозтехнику. Однако после того, как их задержала милиция, выяснилось, что большая часть денег – это склеенная из двух частей ксерокопии. Планы визитерам из Африки пришлось изменить. Иностранцы были доставлены в отделение для допроса и составления протоколов. Если будет доказано, что они имели умысел на реализацию данных денежных купюр, в соответствии с санкцией статьи Уголовного кодекса, им грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. В деревне Парище Светлогорского района при изготовлении самодельной кувалды погиб электрогазосварщик. Мужчина по просьбе тракториста своего коллеги по предприятию начал приваривать к металлической трубке немецкую бомбу, внешне очень похожую на обыкновенную болванку. Как только он приступил к работе, прогремел взрыв. Ни один, ни другой рабочий не догадывались, что у них в руках находился боеприпас времен Великой Отечественной войны. Обнаруживший немецкую бомбу тракторист хотел приспособить ее под увесистый инструмент. Снаряд мужчина нашел в одной из квартир населенного пункта и практически сразу решил приспособить его под кувалду. Отнес заржавевшую бомбу к себе на работу в парический комбинат строительных материалов и попросил сварщика приварить к нему рукоятку. О том, что находка окажется полноценной бомбой со взрывателем и взрывчатым веществом, рабочие не знали. В результате взрыва электрогазосварщик погиб на месте. Тракторист комбината стройматериалов доставлен в больницу. По предварительной оценке саперно-пиротехнической группы, которая прибыла на место происшествия из Бобруйска, данным предметом могла быть немецкая кассетная бомба времен Великой Отечественной войны. Для того, чтобы установить природу взрыва и конструкцию взрывного устройства, назначена и будет проведена взрывотехническая экспертиза. На этой неделе пожарным пришлось побороться с возгоранием на Мозорском комбинате «Этанол». В результате демонтажных работ там загорелись две градирни – деревянные установки по охлаждению воды. Пожару был присвоен повышенный номер вызова. На место происшествия прибыли 16 машин МЧС. Репортаж журналистов телеканала «Мозорь». Снимая, как полыхают старые постройки завода, очевидец Игорь Мазарев, который в этот день приехал на «Этанол», чтобы отдать на анализ зерно, посадил аккумулятор мобильного телефона. Сначала загорелось одно здание – градирни, а потом и второе. Огонь быстро распространился. Сначала горело с той стороны здание, вот эти три такие вот большие горели. А потом, видно, огонь перешел уже на эти здания. Силами внутренней пожарной службы завода с огнем справиться не удавалось. И тогда дежурный вызвал МЧС. На место происшествия приехали 16 пожарных расчетов. К этому времени градирни пылали вовсю. Пламя перебрасывалось на соседние строения, и главной задачей спасателей было не допустить распространение пожара. Рядом находился водочный цех. «Этанол» размещен в промышленной зоне. Неподалеку от него ТЭЦ, НПЗ и другие предприятия. Накануне работники одной из подрядных организаций проводили огневые работы по демонтажу. Поэтому основной и наиболее вероятной причиной возникновения этого пожара является именно нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. В результате пожара пострадали семь градирин. До остальных девяти установок огонь не добрался. Сотрудники МЧС предотвратили распространение пламени и спасли четыре соседние здания. С 1995 года эти градирни не использовались и подлежали демонтажу. В советское время с помощью них на предприятии охлаждали воду. Пожар был ликвидирован через два часа с момента возгорания. Никто не пострадал. Госконтроль продолжает громкие проверки стройиндустрии Гомеля. После разгромного посещения Управления капитального строительства Гомельского горосполкома контролеры взялись за подрядные организации. В этот раз проверки прошли в строительном тресте номер 14, самом убыточном среди аналогичных предприятий областного центра. Среди прочих недостатков контролерами были выявлены значительные завышения стоимости строительных материалов. На шести объектах строительства Гомеля, в том числе новом детском саду 19 микрорайона, сумма была завышена более чем на 170 миллионов рублей. По результатам проверки суммы завышения, восстановленные в бюджет, а также исключены стоимости этих объектов. То есть, будем говорить, возвращены банку, кредитующему это строительство. Из-за ненадлежащей организации строительного процесса трест теряет деньги стимулирующего характера, то бишь премия за своевременный ввод домов. Кроме того, не вовремя отработанные авансы, опять же, эти деньги индексируются. Жилые дома в 20-м А микрорайоне Гомеля, точнее, качество строительных и отделочных работ, вызвали у специалистов КГК немало серьезных нарицаний. Более того, один из них должен быть сдан в эксплуатацию под ключ еще в марте этого года. На дворе конец июля, а до завершения работ, судя по всему, еще очень далеко. Отток людей и особенно квалифицированных кадров. В первую очередь, таких профессий, как каменщики, штукатуры, плотники и так далее. Потому что за период, аналогичный с прошлым годом, мы потеряли почти 600 человек высококвалифицированных кадров. По некоторым подсчетам, Гомельщина за последнее время потеряла примерно 4 таких строительства, как номер 14 по численности рабочих. Строить некому, да и прибыльных объектов сегодня мало, утверждают в стройтресте номер 14. Возможно, прибыльный заказ удержал бы рабочих на месте, а самому предприятию позволил выйти из полосы убытков. 85% — это объекты бюджет и объекты жилья. И прибыли в жилых домах, будем говорить, там практически нет, она не получается, прибыль. А в бюджетных объектах минимальная прибыль. Комитетом государственного контроля предложено Гомельскому облсполкому помочь встроить ресту в наполнении портфеля заказов. Виновные в нарушениях были вызваны на специальную комиссию. Это последняя информация на сегодня. А теперь смотрите де-факто в эфире телеканала «Беларусь-2» по пятницам в 8-10 утра. Данное изменение по эфиру продлится на протяжении трансляции Олимпийских игр. Увидимся через неделю. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин